Привет дорогие друзья, сегодня будет обзор на приложение Trello. Немало людей уже давно просили его сделать, так что встречайте. Кто не в курсе, Trello это инструмент для планирования и выполнения практически любых задач. Сценарий его использования на самом деле можно придумать бесчисленное количество. От организации личных дел до управления продуктом или даже коллективом. Использовать Trello можно как самостоятельно, так и совместно с командой. Предлагаю долго не затягивать со вступлением и перейти сразу непосредственно к обзору. Друзья, перед тем как мы продолжим, я хочу напомнить, что спонсор этого видео хостинг провайдера uahosting.company. Они предоставляют виртуальные сервера с выделенными накопителями в Нидерландах и США. У ребят очень приятные цены и своевременная техподдержка. А по промокоду ANDREANA в 30% вы сможете получить скидку 30% на первый платеж при заказе любых виртуальных серверов. Поэтому если вам нужен надежный хостинг провайдер, переходите по ссылке в описании и ознакомьтесь с их услугами. А мы продолжаем. В Trello все строится на досках, списках и карточках. Под каждый проект можно создать отдельную доску, поделить ее на несколько колонок, например с этапами работы, а далее их можно наполнить карточками, каждая из которых будет отдельной задачей. То есть один большой проект или задачу можно разбить на несколько маленьких, для того чтобы было проще ее выполнять, следить за ходом работы и более гибко планировать. Понятное дело карточки можно перетягивать между списками, чтобы менять их статус. В принципе как и сами списки. Давайте поподробнее познакомимся с самыми главными инструментами, которые можно использовать для эффективной работы и планирования. Если что, я буду показывать самый простой и банальный пример использования. Важно понимать, что Trello можно приспособить вообще для чего угодно. Тут можно планировать отпуск, вечеринку, работу по дому, управлять командой или просто хранить идеи. Популярные примеры использования можно посмотреть на специальные страницы, чтобы понять как можно все приспособить под себя. Также если не хочется создавать доску с нуля, есть возможность воспользоваться готовыми шаблонами из библиотеки, которые отсортированы по категориям. Сейчас конечно мы посмотрим как все делать самостоятельно. При создании новой доски ей сразу можно указать свой цвет или фоновое изображение, чтобы ее было проще отличать от других. По умолчанию доска создается приватной, но если нужно ее, также можно сделать командной или публичной, но об этом немного позже. Для примера я сразу добавил несколько колонок и карточек, чтобы не тратить время на их создание. Любой карточке можно быстро назначить метки, срок исполнения и так далее. Но куда больше возможностей появится, если ее открыть. Тут можно сделать подробное описание для задачи, причем если нужно даже с форматированием. Для карточки можно указать свою обложку и настроить цвет, а также выбрать вариант отображения на доске. Далее есть возможность назначить выполнение задачи определенному участнику, если доска командная или выбрать себя. Так остальные участники будут видеть, кто над чем работает и на каком этапе находится. Также задачу можно помечать метками для их классификации, причем сразу можно выбрать несколько. У меток меняется как цвет, так и название. Стоит знать, что для каждой доски свои уникальные метки и они не пересекаются. Кстати на карточках кликом по метке можно скрывать и раскрывать их название. Следующая возможность это чек-лист, с помощью которого одну задачу можно поделить на этапы. Причем круто, что чек-листов может быть даже несколько. Понятное дело пункты можно легко менять местами, да и чек-листы тоже. Когда пункты помечаются выполненными, прогресс показывается не только в открытой карточке, но и на доске. Кстати, если какой-то пункт кажется слишком сложным для выполнения, его можно преобразовать в карточку, чтобы сделать отдельной задачей. Еще для карточки есть возможность указать срок выполнения задачи и даже можно установить напоминание. Таким образом можно назначить участнику задачу и срок для нее. Ну а внизу есть возможность обмениваться комментариями и смотреть список всех действий, которые производились. Еще карточки поддерживают вложения в виде ссылок, файлов с компьютера или облачного хранилища. А также можно указать карточку с любой доски. Вот это очень удобно. Комментарии, кстати, тоже поддерживают вложения. Если же этих возможностей не хватает, то их можно расширить с помощью улучшений. Так можно добавить ограничения для колонки, календарь, отображение файлов из облака и еще много чего другого. Стоит знать, что в бесплатной версии для доски поддерживается только одно улучшение. Далее переходим к действиям. Прямо отсюда карточку можно переместить в другую доску или список, а также указать позицию. Таким же образом можно создать копию карточки, но в этом случае есть возможность выбрать, что именно копировать. Но больше всего мне понравилось, что для повторяющихся задач можно создать шаблон. К примеру, можно создать специальную карточку и заполнить ее данными, которые используются постоянно. Сделать из нее шаблон и скрыть из списка. Так при создании карточки можно будет выбрать специальный шаблон и далее заполнить его только необходимыми данными. Это очень удобно и экономит время. Едем дальше. Если нажать на кнопку подписаться, то в этом случае, когда другие участники будут вносить изменения, вам на почту или в приложение будут поступать уведомления. Подписаться кстати можно не только на карточки, но и на весь список в колонке, да и на саму доску тоже. Ненужные карточки, как и списки, есть возможность отправлять в архив, что на самом деле предпочтительнее, чем удаление. Так в случае чего их всегда можно будет найти через меню на доске и посмотреть все действия, а также если нужно вернуть на место. Ну и последний пункт действий это меню поделиться. Через него можно отправить на печать текущую карточку, поделиться ссылкой с участниками или с кем угодно, если доска публичная и что самое крутое здесь можно найти уникальный email адрес. Если на него отправить письмо, то заголовок и текст из него отобразятся в качестве комментария к карточке. А приложенные файлы появятся во вложениях. Таким образом можно либо пересылать письма на этот адрес, либо дополнять задачу. Но и это еще не все. Точно таким же образом можно создавать и новые карточки. Для этого через меню нужно сгенерировать электронный адрес, выбрать список в который будут попадать задачи, а также указать позицию. Далее при отправке письма на этот адрес в качестве темы нужно указать желаемое название карточки, а в самом письме описание к ней. Тут же можно и прикреплять любые файлы. Еще в теме письма с помощью хэштегов можно указать метки для задачи, а с помощью знака собаки имя пользователя. После отправки письма новая карточка в Трелло появится практически мгновенно. Как видно тут находится все то, что было указано. Кстати вложение в Трелло можно просматривать на весь экран, а аудио файлы сразу прослушивать. Еще если в комментариях скинуть ссылку на видео, то появится предпросмотр. А также любую ссылку отсюда можно прикрепить как вложение. Помимо создания задать через почту, есть также способ их добавления через специальную закладку в браузере. Если перейти на эту страницу и авторизоваться в своем аккаунте, то можно будет перетащить эту ссылку в строку закладок. При нажатии на нее на любом сайте откроется окно, через которое можно сохранить ссылку на текущую страницу в качестве карточки в любом списке. Причем сохранится не только ссылка, но также заголовок, короткое описание и даже иллюстрация. По сути таким образом можно собирать закладки. Кстати на этой странице можно создать ссылку, которая добавляет карточки на конкретную доску или список. То есть можно сделать разные кнопки для разных целей и отправлять контент в Трелло одним нажатием. Что касается настроек и других возможностей для отдельно взятой доски, то их можно найти через меню. Тут можно указать описание для доски, изменить права доступа и разрешения, указать фон и даже выполнить поиск, причем по разным критериям. Еще можно прикреплять стикеры к карточкам с помощью обычного перетягивания, а если их недостаточно, то есть поиск по гифкам. В дополнительных настройках есть возможность отключать обложки, изменять метки, посмотреть архив, а также сделать копию доски. Ну а если хочется сделать доску публичной, то нужно нажать на эту кнопку и выбрать соответствующий пункт. В таком случае любой человек, у которого есть ссылка, сможет просматривать все данные на доске. Также эта страница станет доступна через Google поиск. Так что настоятельно рекомендую не делать публичными доски, в которых есть какие-то конфиденциальные данные. Лучше просто туда добавить участника. Ну или можно доску сделать командной для совместной работы. В принципе это все возможности, которые стоит знать людям, которые только хотят начать знакомиться и работать с Trello. На самом деле есть еще огромное количество интеграций и разных сценариев использования, но для 90% людей, этих возможностей о которых я рассказал, будет более чем достаточно. Если же вас интересует более профессиональная работа с Trello, где буквально все будет автоматизировано, то рекомендую поизучать разные шаблоны и сценарии на официальном сайте. Там же можно найти список горячих клавиш, с помощью которых работа станет куда продуктивнее. Мне лично Trello очень нравится и мне кажется, что этот инструмент многие недооценивают. Его можно использовать не только для рабочих дел, но и для домашних, личного планирования и вообще организации и хранения чего угодно. В принципе можно даже создать отдельную доску и собирать там закладки, то есть ссылки на сайт. Также стоит знать, что в Trello можно работать не только через браузер, но и есть приложения для компьютеров и смартфонов, поэтому доступ к своему контенту и управление им можно получить практически откуда угодно. А на этом все. С вами был Константин Андрианов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте делиться этим роликом в соцсетях. Ну и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И да, спасибо всем, кто мне покупает кофе. Я скоро буду открывать Starbucks. Пока!